Мы наконец-то начали получать телевизоры 2021 года для обзоров, и первый обзор начнем с Samsung QN85A. QN85A является частью новой Neo QLED линейки телевизоров Samsung, которые используют MiniLED подсветку для улучшения контраста. Это первые телевизоры Samsung, использующие MiniLED, и мы обнаружили, что этот телевизор имеет действительно интересные результаты, поэтому давайте перейдем к нему. Привет, я Брэндон, тестировщик rtings.com. Мы помогаем вам найти лучший продукт для ваших нужд. Убедитесь, что вы подписались на наш канал для получения последних видео, и посетите наш веб-сайт для получения полного обзора и многого другого. Сначала мы рассмотрим дизайн QN85A, а затем перейдем к качеству изображения. После этого мы рассмотрим обработку движения, выводимые показатели, качество звука и смарт-функции, прежде чем сделаем выводы. Если вы хотите сразу перейти к результатам наших тестов, перейдите по ссылкам в описании. Мы купили 55-дюймовую модель для тестирования, и ожидаем, что она будет работать аналогично, 65- и 75-дюймовым моделям. Тем не менее, мы ожидаем, что модель 85-дюймов будет работать по-другому, так как она использует панель VA, в отличие от других трех размеров. Об этом чуть позже. Начиная с дизайна, одна из первых вещей, которые вы заметите в этом телевизоре, это то, насколько он тонкий, что впечатляет, если учесть, что у него полная прямая подсветка. Дизайн это то, что мы привыкли ожидать от Samsung, с простой пластиковой задней панелью, которая выглядит гладкой и прочней. Небольшая подставка установлена в центре, это очень удобно, так как ее можно разместить практически на тумбе любого размера. Подставка также поддерживает телевизор на приличной высоте, так что есть место для саундбара. Подставка выглядит не так первоклассно, как на QN90A, но вы всегда сможете снять ее и повесить телевизор на стену благодаря креплению веса. На задней панели есть выемка для портов и несколько вырезов для укладки кабелей, поэтому телевизор можно снять вплотную к стене, все еще скрывая все кабели. Среди портов вы найдете 4 порта HDMI, причем четвертый порт HDMI 2.1, а остальные HDMI 2.0. Третий порт поддерживает ARC и EARC, поэтому вы всегда сможете передать звук в ресервер, зарезервировав порт 2.1 для игровых консолей. Из аудиокодеков он поддерживает Dolby Atmos и Dolby Digital, но не DTS и DTS-X. Что касается остальных портов, то здесь есть два USB, оптический аудиовый выход, и TV-тюнер и порт Ethernet. Итак, мы установили, что телевизор выглядит хорошо, но что насчет качества изображения? У этого телевизора есть некоторые хорошие сильные стороны, но также и некоторые слабые стороны, и все это начинается с контраста. На первый взгляд, QN85A кажется еще одной типичной панелью VA от Samsung. Даже когда мы впервые включили телевизор, ничего особенного не выделялось. Однако, при дальнейшем осмотре мы поняли, что у панели были особенности, которые очень отличались от панели VA. Одна из первых вещей, которую мы сделали после подключения телевизора, это посмотрели несколько темных сцен. Просто чтобы получить первоначальное впечатление, она выменила от подсветки и о том, как она влияет на локальное затемнение. В лоб локальное затемнение выглядит хорошо, но мы заметили, что под углом было довольно много блуминга, даже больше, чем на других телевизорах. Это был первый намек на то, что что-то изменилось. Позже, при тестировании, явным признаком того, что что-то было не так, был собственный коэффициент контрастности. При отключенном локальном затемнении мы измерили собственный коэффициент контрастности 1373 к 1, что гораздо больше соответствует панели IPS, а не VA. Таким образом, оказалось, что Samsung использует IPS-подобную модель в QN85A. Преимуществом же являются углы обзора, которые действительно хороши, лучше, чем у большинства других IPS-телевизоров, которые мы тестировали. Он достигает этого, несмотря на отсутствие слоя для широких углов обзора, так как снимок отражения не имеет эффекта радуги, который есть у других телевизоров с таким слоем, как у QN90A. Мы посмотрели сервисное меню и обнаружили, что панель сделала BOE, а номер панели 55B1AU8TA. По данным сайта panellook.com, технически это ADS панель, которая имеет очень похожие свойства с IPS. Все это стало для нас неожиданностью, поскольку Samsung обычно не производит телевизоры с ADS панелями. ADS панели имеют меньшую контрастность, чем панель VA, и контраст является одним из самых больших факторов, влияющих на качество изображения. Низкая контрастность означает, что изображение не будет выглядеть таким глубоким, оно будет выглядеть плоским или размытым, а черные цвета будут казаться серыми в темной комнате. Тем не менее, пока не списывайте этот телевизор со счетов, так как функция локального затемнения значительно улучшает воспринимаемый контраст. Он даже на мгновение обманул нас, заставив подумать, что это VA панель. Как упоминалось ранее, собственный коэффициент контрастности при отключенном локальном затемнении довольно низок, но в телевизорах Samsung вы не можете отключить локальное затемнение, если не войдете в сервисное меню. Поэтому большинство людей будет использовать этот телевизор с включенным локальным затемнением. Когда оно было включено, мы измерили коэффициент контрастности 1956 к 1, что не намного выше, чем собственный коэффициент контрастности. Однако, имейте в виду, что воспринимаемый контраст от локального затемнения сильно зависит от сцены и от того, как алгоритмы локального затемнения реагируют на эту сцену. Похоже, наш шахматный шаблон заставляет черные области немного светиться, несмотря на то, что существует достаточно зон, чтобы они были полностью отключены. Мы обнаружили, что реальный контент имеет более высокий воспринимаемый контраст, чем то, что измеряет наш шахматный шаблон. Важно отметить, что мы измерили этот контраст с телевизором в режиме кино. В других режимах, таких как игровой или динамический режим, алгоритмы локального затемнения лучше справляются с отключением черных областей в шахматном шаблоне. В этих режимах мы измерили гораздо более высокий коэффициент контрастности, но воспринимаемый контраст в реальных сценах был примерно таким же, как в режиме кино. Давайте отодвинем контрастность в сторону, и глубже погрузимся в локальное затемнение. В целом, локальное затемнение приличное, и, как упоминалось ранее, оно делает убедительную работу. В сценах, подобно звездному полю, имеется эффект Black Rush, и был заметен блуминг вокруг маленьких ярких объектов. Хоть и есть много зон, чтобы свести к минимуму блуминг, и зоны так быстро меняются, что задвижившись вместе объектами не святого следа, но под углом блуминг становится гораздо более выраженным, даже больше, чем по сравнению с другими телевизорами. Мы подозреваем, что это связано с тем, что телевизор имеет IPS-подобные свойства, поэтому уровень черного, естественно, выше в зонах, которые освещены. В режиме игры локальное затемнение все еще приличнее, но по другим причинам. Мы обнаружили, что там эффект Black Rush меньше, но зоны меняются намного медленнее. Так что теперь за движущимися объектами виден световой след, и, конечно, эффект блуминга все еще присутствует здесь. Далее, давайте взглянем на пиковую яркость, и QN85A выделяется в этом отношении. В HDR мы измерили пиковую яркость и реальность сцены более 1150 нит, при этом большинство других размеров окон превышает 1100 нит. Этот телевизор исключительно яркий и должен легко отображать блики в большинстве условий. В HDR мы снова измерили поразительную пиковую яркость реальной сцены более 1200 нит, при этом большинство других размеров окон превышает 1100 нит. Благодаря количеству зон подсветки и высокой яркости, детали отраженных бликов в HDR должны сильно выделяться на этом телевизоре. В режиме игры мы измерили большое падение пиковой яркости HDR в двухпроцентном окне, и некоторые другие небольшие провалы в других местах, но экспириенс должен быть более-менее одинаковым. Так что HDR игры с деталями отраженных бликов действительно будут на высоте. Что касается однородности серого цвета, то она приличная. В углах есть виндетирование и небольшой эффект грязного экрана, поэтому он может отвлекать при просмотре спортивных или других материалов с большими однородными цветами. Хотя для большинства людей это должно быть нормально. К сожалению, однородность черного не очень. Вы можете видеть здесь на однородной черной картинке много засветов и проникания подсветки в нижней и правой сторонах телевизора. Это почти напоминает то, что вы видите на мониторе. Имейте в виду, что это при отключенном локальном затемнении, когда оно включено, однородность черного выглядит намного лучше. Однако это никого не должно удивлять, так как большинство локальных зон затемнения отключены с помощью нашего шаблона. Таким образом, вы заметите проблемы с однородностью только в том случае, если локальное затемнение повысит уровень черного в темной сцене. Поэтому засветы снизу все еще видны в некоторых случаях, как например субтитры в широкоэкранном фильме, как вы можете здесь видеть. Теперь об углах обзора. И как мы обсуждали ранее, они довольно классные. Они лучше, чем на большинстве других ЖК телевизоров, которые мы обозревали, но все еще не такие, как на OLED дисплеях. Это означает, что цвета не будут выглядеть слишком размытыми или тусклыми при просмотре телевизора под углом, что делает его отличным выбором для комнат с широко расставленными креслами, где люди могут сидеть вне центра. Ну, по крайней мере для более яркого контента, где вы не заметите блуминг локального затемнения. Этот телевизор хорошо подходит для ярких помещений не только из-за высокой пиковой яркости, но и из-за превосходного обращения с отражениями. Обращение с отражениями является одним из лучших среди телевизоров, которые мы протестировали, поэтому блики не помешают вам наслаждаться любимым шоу. И как упоминалось ранее, этот телевизор не использует слой для широких углов обзора, поэтому он не имеет эффекта радуги, который некоторые люди находят отвлекающим. Переходя к цветопередаче, мы обнаружили, что QN85A чрезвычайно точность завода. По отношению к нашей цели, SDR цвета очень точны, и он очень хорошо отслеживает нашу гамма-кривую 2.2. Точность цветопередачи может варьироваться от устройства к устройству, но поскольку это один из самых высоких показателей для предварительной калибровки, он хорошо подходит для других устройств. Если вы захотите ознакомиться с нашими настройками, обязательно ознакомьтесь с материалами полных настроек здесь. Теперь давайте посмотрим на цветовую палитру, диапазон цветов, который может отображать телевизор. Для HDR контента важна широкая палитра, поэтому вы можете видеть все яркие цвета и оттенки, которые используются с HDR. QN85A имеет очень широкую палитру, охватывающую почти 95% цветового пространства DCI-P3. Это отлично подходит для HDR, так что вы можете получить насыщенное изображение, которое впечатляет. Для обработки градиента телевизор делает довольно хорошую работу. Обработка градиента это то, как точно могут отображаться разные цвета, которые похожи. Если телевизор плохо работает с градацией, вы заметите бандинг в сценах с градиентами, такие как закат. С QN85A есть немного бандинга в красных, зеленых и синих тонах, хотя они настолько, чтобы отвлекать большинство людей. Если вы хотите улучшить градиенты, вы можете установить меню шумоподавление на авто, но это может привести к потере мелких деталей. Теперь, когда мы рассмотрели качество изображения, давайте перейдем к обработке движений и производительности игр, начиная со временем отклика. Время отклика, это то, как быстро один свет может измениться на следующий, и медленное время отклика приведет к размытому следу за быстро движущимися объектами, известному как хостинг. В целом, время отклика очень хорошее. Вы не должны замечать много хостинга в движении, но мы измерили превышение во времени в переходе 0.20, поэтому можно увидеть немного артефактов в темных быстродвижущихся сценах. Если вы хотите еще больше улучшить четкость движения, вы можете включить вставку черного кадра или интерполяцию движения. Вставка черного кадра выключает подсветку между кадрами, что уменьшает размытие. Вы можете узнать больше о том, как это работает здесь. QN85A называют эту функцию LED Clear Motion, и она работает как для 60 Гц, так и для 120 Гц. Но ее использование особенно на более низкой частоте может вызвать проблемы с напряжением глаз у некоторых людей, поэтому она не для всех. Вы также можете попробовать интерполяцию движения, которое в меню Samsung называется Picture Clarity. QN85A может интерполировать до 120 Гц с низкой частотой кадров, и вы можете узнать больше о том, как это работает здесь. Это действительно создает то, что многие называют эффектом мыльной оперы, так что, опять же, это не для всех. Кстати, если вы хотите знать, как изменить эти настройки, обязательно ознакомьтесь в нашем предстоящем видео о настройках изображения для QN85A и QN90A, где мы рассмотрим эти детали. Для Variable Refresh Rate мы обнаружили, что QN85A работает с FreeSync через видеокарту Radeon или с подключенной консолью Xbox Series X. Любопытно, что Variable Refresh Rate не работает с видеокартой Nvidia, как мы заметили в игре, несмотря на то, что мы смогли включить G-Sync на панели управления Nvidia. Хотя его поддержка может появиться позже с обновлением прошивки, как это было с прошлогодними моделями. Для вас, геймеров, мы рады сообщить, что у этого телевизора феноменальный напутлак. В режиме игры около 10 мс при 60 Гц и 5 мс при 120 Гц. Поэтому игры на этом телевизоре будут чувствоваться плавными и отзывчивыми. Телевизор также поддерживает широкий диапазон разрешений 1080p, 1440p и 4K. Независимо от того, подключены ли вы консоли или ПК, у вас не должно возникнуть проблем с правильным отображением изображения. Хотя интересно, что он не может отображать изображение 1440p с правильной цветовой субдискретизацией 4.4.4. Говоря о консолях, мы недавно ввели окно расширенной совместимости с консолями, которое сверяет, насколько хорошо телевизор работает с PlayStation 5 или Xbox Series X. Как вы можете видеть, этот телевизор снова без проблем поддерживает все функции новых консолей, только ему не хватает Dolby Vision, которая будет поддерживаться в будущем играми Xbox Series X. Телевизоры Samsung поддерживают HDR10+, который похож на Dolby Vision, но контент HDR10 несколько ограничен по сравнению с Dolby Vision. Теперь давайте проверим качество звука. В целом, качество звука приличное, но не такое хорошее, как у старшего брата QN90E и не такое хорошее, как у некоторых других high-end телевизоров, которые мы тестировали. Средние частоты звучат хорошо, с чистым вокалом, но происходит падение в высоких и низких частотах, практически отсутствия. Любители или аудиофилы захотят что-то получше, например, саундбар или отдельную акустическую систему. И, наконец, давайте проверим смарт-функции и интерфейс. Мы были впечатлены быстрой операционной системой в этом году, так как она чувствуется еще более плавно и быстрой, чем в предыдущих моделях. Магазин приложений также содержит большую коллекцию приложений, и они также плавно работают. К сожалению, есть некоторые приложения, которые нельзя отключить, и это довольно часто встречается у большинства производителей телевизоров. Пульт дистанционного управления похож на то, что мы видели раньше в других телевизорах Samsung. В нем есть кнопки быстрого доступа к популярным стриминг-сервисам, а также встроенный голосовой помощник, который использует Bixby. Bixby может менять источники сигнала и настройки изображения, а также выполнять поиск на YouTube, но не в других приложениях. Что нового, так это то, что этот пульт не использует обычные батарейки. Вместо этого он имеет разъем USB-C, который можно использовать для подзарядки стройного аккумулятора. Он также имеет солнечную панель, которая помогает заряжать аккумулятор, это очень удобно. Ну, в принципе, все. В целом, Samsung QN9085A великолепный телевизор, который выделяется во многих областях. Однако из-за EDS панели и низкого контраста он может быть неприятен для любителей ТВ, которые очень заботятся о качестве изображения. Минидет подсветка хорошо справляется с увеличением воспринимаемого контраста, но, к сожалению, появляется блуминг в темных сценах, особенно под углом. По сравнению с прошлогодними Q80T и Q90T он имеет разные сильные и слабые стороны. Это отличный телевизор для просмотра спорта и шоу в открытой светлой комнате, благодаря широким углам обзора и высокой пиковой яркости. Однако, прошлогодние модели лучше подходят для просмотра фильма в темноте из-за лучшего контраста, обеспечиваемого панелью VA. Эти телевизоры прекрасные, так что действительно зависит от того, как вы планируете их использовать и что вы цените с точки зрения качества изображения. Итак, что вы думаете о QN85A? Готовы ли вы не обращать внимание на низкий собственный контраст за счет других его сильных сторон? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Кроме того, в настоящее время мы нанимаем сотрудников в наши офисы в Монреале на различные должности. Поэтому, если вы хотите помочь людям найти лучший продукт для их нужд, загляните на страницу карьеры на нашем веб-сайте. Вы можете просмотреть все измерения на нашем сайте. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, вы также можете стать инсайдером на веб-сайте для раннего доступа к нашим последним результатам. На этом все. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok